Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем нашу новую еженедельную передачу «Какие люди?». У нас сегодня премьера. Поверьте мне, каждую неделю в эту студию я буду приглашать очень талантливых, очаровательных артистов, музыкантов, исполнителей. В общем, те, которые являются гордостью нашей необъятной русскоязычной Германии. Итак, передача называется «Какие люди?». Поверьте мне, при встрече с этими людьми вы действительно скажете, какие люди? Где-то я их видел именно на нашем канале, в нашей передаче. Мы начинаем. «Какие люди?». 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 Гробкий нежный взгляд и руки ищут близость, но капризных фраз мне не понять наивность. Взрослая любовь, тебе, малыш, приснилась, страстью обожглась, а жить не получилось. В комнате моей луна затмила свет свечей, холодная моя душа, а в свет моё метель. Безумно был влюблён, неповторимо. Была у нас мечта, мне сохранили, ты с ней опять ушла, оставив лишь причины. Так много сердца зла и старые обиды. В комнате моей луна тусклый свет свечей. Была любовь проста, но сложность была с ней. В комнате моей луна затмила свет свечей, холодная моя душа, а в свет моё метель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 то есть я показываю ребятам свои замыслы, наброски, и ребята решают. Если я правильно понял, то мелодии сочиняешь ты, слова придумываешь ты, а аранжировки, под которые, собственно, вы потом и поете, и записываете свои песни, это уже такое общее творение всего коллектива. Да, котел, который все мешают вместе. Который все мешают вместе? Да, в котором все мешают вместе. Самое интересное, что авторство все равно стоит четыре фамилии. Четыре фамилии. Вот именно все те четыре фамилии, которые сидят сейчас на студии. Позвольте, но все же участвуют, да? Я понимаю, мы, конечно, не будем считать девушек, которые также принимают участие в вашем коллективе, которые покинули нас сразу после исполнения первой песни, потому что им, естественно, нужно подготовиться ко второй композиции, которую мы очень скоро услышим. И, значит, песни все это твое достижение, твоя заслуга. Заслуга наша общая, слова, музыка. Друзья, мы начали безумно скромный человек, безумно скромный. Вы всегда такой, не являетесь. Судя по комментариям его коллег, это на самом деле так. Женя. Знаете, ну вот скромность, да, это то, что есть, то есть. Это бесхохм сейчас, да, я рассказываю. Но что мне хочется добавить о нашем, так сказать, главном дирижере, безумно требовательный. Это опять-таки бесхохм. Это как учитель строгий, но справедливый. Например, я пришел в этот коллектив где-то с полгода назад. И если сравнивать качество, да, полугодичной давности теперь, то это небо и земля. И львиная доля, то есть заслуга, это вот Вадика, потому что он умеет нажать, он умеет где-то прижать и где-то даже вот повести, и результат, в принципе, налицо. Ну да, и похвалить, порадоваться. Похвалить тоже, значит, такое бывает иногда. То есть, опять-таки, не все так страшно, как кажется, на первый взгляд. Крутая пряника, он работает в этом случае, и очень здорово. Кстати, особенно с нашими девушками. Им пряники, а нам кнут. Оставим эту фразу без комментариев, друзья мои. Сразу меняем тему. Итак, я так понял, что коллектив на самом деле довольно-таки молодой. Молодой не в плане возраста, а в плане именно того состава, которым вы работаете именно сейчас. Но так было не всегда. А что мы говорим за возраст? И возраст тоже. Ты не понял. Парни все на лицо. Вижу, вижу. Девушки наши вы сами видели. Видели, оценили, а, надеюсь, наши телезрители тоже оценили. Полный состав группы «Выбор». Но, тем не менее, вот именно этот состав, 9 человек, он не так давно вместе. Ну, где-то с полгода. А вообще, когда началось, сколько лет назад? Вообще начиналось это где-то года 3-4 назад, да, Сергей? Я прав? Да, я подтверждаю. Вот. Спасибо, Сергей. Где-то 4 года назад. Обращайтесь. Началось это все с меня и с Вити. Потом пришел к нам Сергей, ему дали баскетару, сказали, это твоя работа. Иными словами, заставили. Ну, примерно. До сих пор. Понял. Дисциплина, как вы слышали от Жени, да, у нас очень строго. Да, потом пришла Анна, да, ее вот сейчас, к сожалению, нет, ну, это вот клавишница наша одна, Анна. Потом моя супруга Лена. Елена. Меня просто заинтересовало, что они там делают все время внизу, я тоже пойду глянув, я не указал, а потом понравилось. Да, 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 спортивный интерес, я понимаю, что же они там делают внизу, я помогу. Понял, понимаешь, контроль какой-то. Я понял, понял, понял. То есть женщины в вашем коллективе появились не случайно, они сами так захотели. Ну, как женщины на корабле, понятно, да, ну, а коли их уже много, тогда мы так решили, ну, ладно, пусть уж будет. И как-то вот, ну... Да, я понял, когда вы начали тему про корабль, то есть, и сразу у меня эта знаменитая фраза, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ваш корабль называется «Выбор». Почему такое название? «Выбор», я думаю, мы так все вместе решили, потому что на... В самом начале мы не могли определиться, в каком направлении мы будем делать нашу музыку. Потом мы не могли определиться, как нам назвать нашу группу, и все время выбирали. Я предлагал кино, но уже есть. Чисто случайно оказалось, что уже есть такая группа. Очень долгое время выбирали, и потом решили назвать нашу группу «Выбором». Я понял, то есть выбор был сделан в пользу выбора. Да. И ты сказал, как бы, что вы очень долго выбирали именно с тем стилем, с тем направлением, в котором вы будете писать и играть свою музыку. Ну что, например, хотя бы назовите мне эти стили, что вы играете? Вы слышали только одну композицию. Как таково, в принципе, еще определенного стиля еще нет. То есть я бы хотел подчеркнуть, что вначале мы все-таки играем то, что нам нравится. То есть те песни, тот музыкальный какой-то, тот музыкальный путь или те музыкальные направления, которые нравятся. То есть у нас есть... Например. Например, и роковые какие-то композиции, и в регги мы играем немножко, и свинга немножко есть, и шансон в любом случае. Да, и то, что называется среди музыкантов машина времени, да, то есть битовский такой вариант песен. И откровенная диско, откровенная это не в смысле откровенная совсем уж, а просто танцевальные какие-то мелодии. То есть я думаю, что за столь короткий срок нашего существования мы просто еще не можем действительно определиться, что нам больше нравится. Выбирать вам. Ну, придет еще время и выбор. Выбирать не нам, я думаю, что выбирайте и зрителям, которые смотрят нашу сегодняшнюю программу. И сейчас я с удовольствием хочу предложить ребятам спеть еще одну песню из своего альбома. Встречайте, группа «Выбор». Ночь качается, Встречайте, группа «Выбор» Встречайте, группа «Выбор» Ночью я искал и днем Сердце закалим огнем Встречайте, группа «Выбор» Сколько было, сколько будет, сколько есть Встречайте, группа «Выбор» 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 После полном составом Точнее не полным Девочки пока еще у нас В очередной раз покинули Мужская часть коллектива Находится у нас в студии Итак, ребята Песня называлась как? Забыв про сон Вообще, сколько у вас песен? Я так понимаю, что На один альбом уже насобиралась Это будет мягко сказано Можно перебью этим? Он очень стеснительный И за себя никогда не говорил Давайте мы будем разговаривать с нестеснительными парнями Пусть он поет А вы говорите Отдуваться приходится нам Если у нас считать мы не будем, ну, если мы скажем, что альбомы на 4-5 у нас хватит. Да, ну, записали мы пока лишь только полтора. Поэтому объединив эти полтора. Полтора не считайте, то есть есть один. Объединив полтора, сделали один хороший. И, в принципе, его мы готовы вам показать. Вы нам покажете сегодня еще несколько композиций. Мы сыграем все, если вы захотите, конечно. Я хочу спросить, то есть у вас уже были, я так понимаю, что какое-то количество выступлений. Что это были вообще за мероприятия? Где, когда, почем? Не надо отвечать, просто расскажите. Евгений, давайте, наверное, вы у нас самый многословный. Я бы вот это почем, я бы даже не стал бы как-то... Просто когда я задал вопрос почем, почему-то мне сразу захотелось обратиться именно к вам. Искусство. Потому что я думаю, что вы тот самый человек, которому стоит адресовать вопрос почем. Аплеток Сергеевич. Спасибо. Вообще-то да, это в ту сторону. Касса у меня. Касса у тебя? Тем не менее, на первом концерте я не принимал участие, а во втором концерте, к сожалению, у меня тоже не было. Третий концерт пошел без меня, четвертый концерт... Собственно, сегодня твое первое выступление. Нет, нет, нет. Получается так. У нас и серьезно, конечно, с концертной деятельностью у нас... Я перебью на секундочку. Друзья мои, понимаете, просто вот это громадное количество барабанов, таскать с собой, понимаете, ну это как бы нерентабельно. Поэтому они... Он сам, кстати, не мелкий парень. Поэтому они уберут только в исключительных случаях, например, сегодня на телевидении. Да, тем более, что вот на телевидении, конечно... Хоть я не мелкий парень, но я думаю, в камеру я нормально, это да, хорошо? Вот. Ну, сделаем вид, что хорошо, но... Ну, хорошо, хоть сделаем вид, что хорошо. Главное, поместился и слава богу. И слава богу, да. В общем, да, я принимал участие в двух концертах. Один из них был в Лезе. Это такая вот небольшой городок, недалеко от Штольценау, а Штольценау-то недалеко от Ниттбурга. Вот. Такая клубная действительно была атмосфера, было очень здорово. Опять-таки, возвращаясь, наверное, к нашему вот этому направлению, да, то есть музыка звучала для всех. Это и шансоновские какие-то вещи были, хотя я не люблю слова, вещи, ну, песни, да. И дискотека там, вот, для молодых людей, которые там присутствовали. Какая-то любовная лирика, которым, безусловно, нравится, женщинам. В общем, было здорово, мне очень понравилось. Второй концерт был в Ханновере, это был уже немножко такой культурный центр, это было немножко так, как-то вот, ну, что ли, более академично. Дистанции. Да, но тем не менее, публика была очень благодарна, то есть, опять-таки, прошло очень здорово. Вот, ну, а о перспективах, я знаю, что будет в Нимбурге концерт еще и в Бремене, это сразу после Нового года, по датам, Вадика, да, там, я не помню, можешь сказать. Да, в Нимбурге, в Нимбурге 12 января в следующем году будет, в Нимбурге в театре, театр Амхонвяк, можно посмотреть в интернете на нашей странице или на нашей странице www.vivo.net. Вот-вот, хорошо, что ты сказал, давай еще раз скажем, то есть, есть интернетовская страница, на которой все наши телезрители могут посмотреть, как бы, хотя бы приблизительно минимум какой-то информации, которую вы о себе, как бы, представляете, так? Да, страница называется www.vivo.net, или можно посмотреть в Одноклассниках, там, кстати, мы тоже есть. То есть вы везде, вы просто, наверное, внедрились во все социальные сети, Одноклассники в том числе, я прав? Да, мы просто хотим показать людям наше творчество. В общем так, коллектив состоит из девяти человек, но поскольку присутствуют только мужчины сегодня в студии, я хочу спросить, наверное, не знаю, обращаясь к кому из вас, расскажите уже наконец-таки про пять очаровательных девушек, которые также работают, поют, выступают вместе с вами. Да, у нас пять замечательных, пять замечательных девушек, которые, конечно, они украшают просто нашу всю группу, да? Витя, я прав, если не подтвердить. Вот, и две из них, это клавишницы Хелена и Анна Перкашин, Алена, и бэк-вокал Татьяна и Елена. Женя, мы всех посчитали. Ты успевал загибать пальцы? По-моему, мы всех, по-моему, никого не упустили, да? У меня с математикой туго было, но 4 плюс 5 было. Главное, что с музыкой у вас все замечательно. 4 плюс 5, 9. Это было слышно уже за две композиции, которые мы услышали. Ну, и тогда хотелось бы, наверное, услышать что-нибудь поподробнее об этих девушек, потому что мне так кажется, что вас связывает, некоторых из вас связывает с ними не только музыка, но еще какие-то личные отношения. не уставные, я бы сказал. Я как лицо не заинтересованное. Да. То есть меня не связывает. Ты как лицо можешь ответить. Никаких отношений с ними не связывает, да? То есть я хочу сказать, что... А мы тебя все любим, Женя. Я не понимаю, почему ты так... Ну, хорошо. Вот, я просто насчет женщин. Вы его любите, но его с вами ничего не связывает. Вот это было ключевое слово. То, что хотели услышать наши телезрители, потому что чисто пришел такой, знаете, как бы мужской коллектив, типа такие Backstreet Boys местного разлива, про женщин, давай уже про женщин. Нет, там намного все проще получилось, когда ребята начали репетировать, да, вот вдвоем, потом втроем, как-то вот это... Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. С первого момента я поподробнее, да. Там где-то пивко, где танки, все остальное. Все-таки репетировать с этого Вадика все в доме. Но жена, она не может вот это так просто пропустить мимо себя. То есть... Но тоже... А они вообще никого не пустят? Или не может пропустить? Как-то она раз заглянула и сказала, а чем это вы здесь занимаетесь? Знаете, как в том фильме старом. Вот. Ну и я как бы... Вот хотелось бы тоже присоединиться. Вот присоединилась. Потом появилась вторая супруга Виктора, которая Аленой играет на перкашу. А чем это вы тут за ним? Ну, куда ждеваться? Да, и потом подсоединился. Сочно все пять так и попали в коллективе, так понимаю. Ну, практически, практически. То есть как-то вот... А потом, когда уже началась какая-то творческая деятельность, какие-то вот интересные уже варианты творчества, действительно, ну, вошли во вкус. И уже как-то... То есть нравится, да? Не поднимается рука. Ну, я думаю, что было даже заметно невооруженным взглядом, что девочкам реально нравится, по-моему, в вашем коллективе. Причем я хочу повторить слова Вадика. Не знаю, нравится ли им жить с вами, но выступать с вами им мне показалось, что очень даже нравится. Вот, подтверждая слова Вадика, я общался после последнего концерта со слушателями, действительно говорят, что, ну, вот, конечно, это украшение. То есть это на сцене, это здорово. То есть переодевание, костюмы, там, макияж. То есть девочка, понятно, что у них на каждый выход, у них... Да, 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 они украшаются. Костюм. В общем, катастрофа. Мне вообще тяжелее всего. В общем, катастрофа. Собственно, вот мои длинные, но тебе можно вообще заканчивать нашу передачу, но мы продолжим с группой. Просто выбор. Почему? Мне тяжелее всего. Я сижу вот там вот, сзади. Они все стоят как-то вот... Я понимаю, то есть то, что видишь ты, то есть вот этот задний видит никто. Я хочу немножко затронуть тему, вот мы ее как-то опустили, вашего альбома. Как он называется, где его можно услышать, увидеть и получить, наверное, тоже? Наш первый альбом «Горизонт» можно заказать у нас на нашей интернет-зайте www.выбор.нет. Там стоит телефон, можете позвонить, и мы вам вышли в наше ЦД. Ну, естественно, на концертах, после концертов, это само собой разумеющееся. Во время концертов. Конечно. Во время концертов. И вместо концертов. И вместо концертов. Вот. То есть, друзья мои, иными словами, самый простой способ получить компакт-дис от этой группы, это просто прийти на их концерт. Мало того, что послушать, еще и получить что-то на память, чтобы потом было что послушать дома и показать родным и близким. Тем более, получить впечатление с концерта, еще лучше, чем Я даже об этом не говорил, друзья мои. Чем просто послушать ЦД. Впечатление, которое вы получите от концерта, это уже понятно, что никто у вас не отнимет, но компакт-дис, как бы записи этой группы, это уже дело каждого из вас. По выходу из места проведения концерта вы могут и отнять. Это вообще, это сейчас страшные вещи ты затронул просто, понимаешь? То есть, крыши у вас нету. Нет. Крыши, а в данном случае продюсера, тоже у вас нету. Дело в том, что, ну, продюсер-то такое дело, дело наживное, а крыша нам, по большому счету, не нужна. То есть, ребята, которые занимаются практически с пяти лет восточными единоборствами, ну, какая крыша, чем вы говорите? Да-да-да-да-да-да, я же совсем забыл, что вы все пришли из спорта в музыку. Эти добрые лица. Эти добрые лица, по ним же сразу видно, что музыканты, пришедшие из спорта. Но не наоборот. Но не наоборот, что особенно радует, друзья мои. Спортивные музыканты, можно сказать одним словом? Ну, спортивные музыканты, это на самом деле лучше, чем музыкальные спортсмены. Я думаю, что все наши телезрители со мной согласятся, в любом случае, выбора у вас нет, потому что парни, на самом деле, очень крепкие, так что на концерты ведите себя, пожалуйста, прилично. Вот, они этого не любят. Но приходить можно, пожалуйста, мы рады все. Нет, приходить не можно, приходить нужно, потому что песня, которую я сейчас хочу предложить вашему вниманию, я не знаю, как она называется, просто хочу предоставить слово в очередной раз группе «Выбор». Прошу. Не погода, не погода. И на душе опять тревога, и в жизни скучно, не погода. Погадай, цыганка на судьбу, Погадай, да не сомни, прошу. Погода. Погадай, мне было на судьбу, Погадай, ведь я опять спешу. Погода. Погода. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И на этой лирической ноте мы с вами уходим на рекламу и увидимся через несколько минут в нашей передаче «Какие люди?» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья мои, вот мы и вернулись после рекламы. И наконец-то, наконец-таки в нашей студии появилась женская часть коллектива. Иными словами, самая прекрасная часть коллектива. В общем так, друзья мои, группа «Выбор» сейчас полным составом, все 9 человек, о которых мы так долго уже рассказывали на протяжении сегодняшней всей передачи. На самом деле рад вас видеть. Девочки, вы молодцы, мы уже слышали несколько позиций, я знаю, что услышим еще. Но нам уже сказали как бы, что ваши парни, я вам скажу по секрету, пока вы готовились, что вы там еще какие-то у вас родственные связи, вы там любите друг друга, вы там родственники. Я прав? Да. То есть они не соврали. Я понял, девочки, можете просто кивнуть, это не принципиальный вопрос, парни за вас уже все ответили. Единственное, что я хочу сейчас спросить, я так понимаю, что это хоть и очень приятно, но это у вас хобби. Вот. Но поэтому я не знаю, кто из вас, расскажите вообще, чем вы занимаетесь, свободное от хобби время. Я понимаю, что от хобби времени остается очень мало, тем не менее, работать-то где-то надо? Кто? Женя? Я понимаю, что поставил тебя в тупик, потому что, судя по твоему вооружению лица, ты вообще никогда не работал. Но тем не менее, расскажи хотя бы про остальной коллектив. Редко меня можно поставить в тупик вопросом, но этот вопрос заставил меня задуматься. Я просто понимаю, случайно задремал, потому что мой монолог был очень длинный, тем не менее, расскажи, кто где работает, кто чем занимается. На самом деле, я не знаю, наверное, все-таки я начну с себя, так как вопрос был адресован мне. В отличие, наверное, от всех здесь присутствующих, вот это как раз и есть моя работа. То есть, я, в принципе, музыкант, я заканчивал Харьковский институт искусств. Харькову, привет! Вот. Я очень благодарен всем своим преподавателям, которые вкладывали в эту голову какие-то знания. Вот. И на самом деле, это и есть моя работа. То есть, я музыкант, я преподаватель, и то, что я здесь делаю, приносит мне удовольствие моральное и, я надеюсь, физическое будущее, материальное тоже. Вот. А так, по большому счету, я здесь... Ну, о будущем мы поговорим чуть попозже, а пока что расскажи про всех остальных, чем они занимаются. Или пусть каждый расскажет сам за себя. Мне кажется, каждый пусть расскажет сам за себя. Вот рядышком сидит Аннушка, очаровательная, хотел сказать, блондинка, но она... Я понимаю, у девушки, может быть, утром блондинка, вечером не очень блондинка. Вот. Аннушка, прошу. Вот. Аннушка преподает уроки, дает уроки музыки по классу фортепиано. А ты говоришь, ты единственный музыкант в этой группе. Женя, как некрасиво сейчас было с твоей стороны. Ну, я не слышу образование, я закончила только московскую музыкальную школу. Всего-навсего музыкальную школу. Всего-навсего, да. Вы представляете, человек, который закончил консерваторию, работает ударником в этой группе. Да. А мы тут просто так, я понял все. Давайте, передавайте микрофон дальше, кто еще чем занимается в этом коллективе. Меня зовут Татьяна, я работаю воспитателем в детском саду. А еще у меня есть профессия незаконченная, я закончила, почти закончила, культпросвета училища города Кокчетава. В общем. Вот опять-таки коллега. Опять-таки, то есть уже третий человек представляет. По классу режиссу. А я, не каждый, имеет какое-то непосредственное отношение вообще, я не знаю, к музыке. Женя, по-моему, ты погорячился, назвал себя единственным музыкантом. Не то слово просто. Да, все, кто меня помнит, знают, большой привет. Замечательно, конечно, можно передавать приветы, потому что вас увидят сегодня такое количество людей. Прошу вас дальше. Меня зовут Лена. И, кстати говоря, я тоже закончила музыкальную школу. Если что-то пошло... Богорода Евгения, который единственный музыкант. Продолжаем. Вы, понимаете, друзья? Где у вас выход здесь? Куда? Я закончила музыкальную школу по классу баяна. В группе мы поем с Татьяной на подпевке, то есть бэк-раун. Что значит, бэк-вокал, называется красиво бэк-вокал. Звучит гордо. Звучит гордо, конечно же, конечно же. Ну что я могу еще сказать? Здесь я работаю в доме престарелых. Молодец. Передавай микрофон дальше начальникам. Это вообще замечательно. Я с Сергеем уже представлялся, играю на бас-гитаре. Закончил в свое время музыкальную школу по классу гитарой. Еще один с музыкальным образованием. Не помню, что после фишин закончил. Я просто сейчас представляю тот скандал, который будет на выходе из нашей студии, когда каждый выходит свои претензии Евгению. Ну, не будем об этом. Просто дружно с Татьяной, Женя падает, и потом все ясно. До сегодняшнего дня мы даже не знали, кто что он. Работаю я здесь системным администратором. Учился когда-то на учителя истории и права, но не доучился. Передаю дальше. Ну и слава богу, что не доучился, но теперь как повезло. Да, ученикам повезло. Следующий. Следующий. Я представляюсь Алену, которая в перкуссе, создаю звуки, ритм нашей группы. Я закончила, конечно, учитель физкультуры по спорту. Всю жизнь занималась спортом, бесед, сейчас. И здесь, то есть в Германии, я работаю массажистом, в общем, как вельный сбирай, маникюр, педикюр, то, что вот нуждаются все люди. Молодец. Молодец, потому что хоть ты, понимаешь, хоть ты не имеешь никакого отношения к музыке. Нет, нуждается в этой профессии немножко расслабление. Женя сейчас очень облегченно выдохнул, потому что хоть насчет кого-то он угадал, что человек не имеет отношения к музыке. Да, кстати, это «досмахшпас», приносит удовольствие, и я очень рада, что у нас все это организовалось. Кто не понимает по-немецки, это все приносит удовольствие. Это замечательная профессия, приносить удовольствие людям. Действительно. Все передай дальше. Ну, я уже, в принципе, представлялся. Я закончил спортивный техникум. Ну, а здесь я работаю простым рабочим, а в музыке я без образования музыкального самоучка. Самоучка. Самоучка, Евгений. Имейте в виду. Я уже задышал просто. Я понимаю, что вы облегченно выдохнули после этих фраз. Очаровательная девушка, что вы делаете в этой жизни помимо музыки. Вова, можно на тебя попросить? Если ты будешь переводить, она скажет. Тогда переводи ты. Окей. Так, с вами, как вас сума. Я, я, Елена. Меня зовут Елена. Мы так и думали, что тебя зовут Елена. Но мы сейчас не об этом. Не говорим. Да. Я играю на кейборд. И, да, мы работаем вместе. Как физиотерапевт. Она играет на пианино. Она играет на пианино физиотерапевтом. Я все правильно понял? Я просто мой тоже немецкий не очень хороший. Я перевожу все в общей куче. Пациентам нравится. Я понял. Музыкальный терапевт. Музыкальный терапевт. Это замечательная профессия. Продолжай. Вайта, вайта, как говорят у нас в Германии. А, а сонс... Вот она, друзья мои. Вот она. Вы понимаете, вот она, женатого самого солиста. Да, да, да. Я думаю, просто случайно ты села к нему, можно сказать, на коленке, он трогает тебя рукой где-то там сзади. Чего не видно в кадры, но это не важно. Друзья мои, вот такая у нас сегодня разношерстная компания, что все вместе называется группа «Выбор». И, кстати, вот тот самый диск, о котором мы сегодня уже говорили. Вот этот альбом, который называется «Горизонт», вот, который вот такой вот красивенький, на котором большое количество песен... Нет, не так. Маленькая часть тех песен, которые вообще уже сочинила и исполняет вот эта замечательная группа «Выбор». Друзья мои, я понимаю, что когда в коллективе очень много человек, очень много музыкантов, пусть даже Евгений, и не таких образованных, как вы, вот, но, наверное, возникают какие-то проблемы с репетициями, все-таки это нужно все вместе собраться. Вы люди рабочие, вы все работаете, вы заняты. Тем не менее, нужно найти время для репетиции. Это так? Где вы это проводите? Как? Как часто? Когда? И вообще, как у вас это получается? Я думаю, на этот вопрос придется ответить мне. Репетиции проходят у нас в праксисе, где мы работаем. И вечером, когда наш рабочий день подходит к концу, и все уходят оттуда, то мы собираемся и занимаемся нашим любимым делом. То есть все вместе, вот, все прям, все-все-все-все-все-все-все начинаете репетировать до ночи. Вот здесь, Володенька, я тебе могу сказать, что не все вместе. Ну, кого нету? Кого нету в коллективе? Дело в том, что я бы, конечно, тоже приходил, но я живу, к сожалению, немножко, как говорят у нас в Германии, «White Wake». Я живу в Брауншвайге, и получается так, что я приезжаю практически... То есть вы переписываетесь, а не репетируете, я так понимаю? Ну, где-то так, да, где-то так. Вот, я приезжаю за 2-3 репетиции до концерта. Естественно, весь материал музыкальный у меня есть дома, то есть я его слушаю, я играю вместе с ним тоже там, с музыкальным материалом я имею в виду. Вот. А за 2-3 репетиции до нашего концерта мы собираемся вместе. Ну и, так сказать, вот уже наводим последний, так сказать, лоск, делаем последние какие-то приготовления. Эта реплика была к тому, что человек профессионал, понимаете? Что он с консерваторским образованием, он может не присутствовать на репетициях всей группы, потому что понятно, что... Кстати, часто вообще встречаетесь, репетируете? Мы встречаемся 3 раза в неделю. 3 раза в неделю? Да, стараемся. Это же просто невероятно, по 3 часа, по 3 с половиной, по 5. Я так понимаю, что вы еще не определились, по-моему, вы все встречаетесь по-разному. Кто-то по 3, кто-то по 5 часов. Ну, это начинается минимум 3, максимум 5. Максимум 5, потом уже посидели, поговорили. Залисит настроение. Решили позвонить Евгению в Брауншвайг, наконец-таки, да? Он приезжает к нам. Он приезжает, да? Можно, да, подожди, да? Под утро подтягивается как бы уже Евгений, на все готовенькое. Но, в любом случае, результат вашего творчества мы сегодня все услышали и еще раз услышим. И вот тот самый диск, о котором я говорил, «Горизонт», группа «Выбор», который тоже вы, конечно, сможете послушать. Еще раз, наверное, хочется напомнить про ваш интернет-сайт, про вашу интернет-страничку, которая называется... www.viva.net Вот именно это название, друзья мои, вы можете ввести в интернете и коротко можете ознакомиться с какими-то произведениями, даже, наверное, произведениями, композициями этой группы. Ну и, конечно же, на концертах, которые уже проходили, которые проходят и будут проходить в ближайшем будущем. Я, в принципе, предлагаю вам послушать еще одну композицию, на мой взгляд, очень-очень красивую. Весь бэнд находится здесь у нас в студии, поэтому мы можем полным составом композиция, которая называется... «Беспризорница». «Беспризорница». Вот такое вот красивое, романтическое, я бы сказал, название. Моя часть сегодняшней передачи подошла к концу. Я предлагаю вам встретиться вместе со мной и с нашими очередными гостями на следующей неделе. Спасибо, что провели это время вместе с вами. Спасибо. И до следующей недели. С нами были какие люди, группа «Выбор». Какие люди на следующей неделе. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Что ж ты попринела и испугалась сколь себя? Сколько бесполезных дней в учениях провела? Заточили, ожидая, неизвестного конца Рассерялась ты в сомненьях Будет завтра, как вчера Беспризорница Беспризорница душа Беспризорница Небогурная Все отпущены грехи Все отплачены долги И с прощением Христа Родилась она Непокорная Беспризорница 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 душа Беспризорница 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 Не покорная, не покорная, не покорная моя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова